Продолжение следует... 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 стояли, и то же, что мы думали, что мы будем погибать, что ли. Все спали. В каком состоянии? Ну, тут сейчас ходят слухи, экипаж был пьян. Но я-то никого не видел, я в ноль заступил на вахту. 3.10. Команда обнаруживает крен судна на левый борт. Капитан Хромцов отдает распоряжение о перекачке топлива из танков левого борта в танке правого. Крен продолжает усиливаться. Я в 4 часа сменился, судно уже лежало. Прилично на левом борту. Я сменился. Куда сразу? Молодой. Сразу на камбуз. Чайник поставил, там, где ты нашел колбасу какую-то, чайник, по плите поехал. Вот, и уехал. Я туда говорю, что такое? А как раз вышел второй механик Бичковский и говорит, слушай, ты чего тут? Я говорю, давай чай пью. Какой чай? Одевай пояс, выходи. Я вышел, все в жилетах уже стоят, и я вышел. Ко мне такие были, по-моему, порхартоти, английские, туфли такие модные. Я в этих туфлях. Он говорит, ты снимай эти модные туфли, а то утонешь, жалко будет. Одень сапоги резиновые. Ну, я тут сапоги одел. Вот в этом костюме и в сапогах. 4.00. Переход со среднего хода на малый результата не дает. Возвращение на средний ход. Отсутствие активного руля понижает маневренность судна. Конечно, здесь можно сегодня говорить, что можно было вовремя принять решение выброситься на отмель, да, чтобы было впоследствии как бы и принято было решить, но она уже была запоздала. То есть и при развороте судно оно потеряло плавучесть. Если это было немножко раньше, было принято решение капитанам развернуть судно и выйти на мели, то, конечно, такой трагедии бы не случилось. И масса людей бы остались бы, я уверен, живы. Вот вышел на спардек, а там играет спардек правого борта сушилка. И он говорит, слушай, в сушилке лежат старые пояса спасательные. Я раз один один и вижу мимо по правому борту прошел весь в огнях такой паром. А мы не можем ничем просигнализировать. Это был паром пассажирский, весь в огнях с музыкой. Прошел мимо, ему наплевать. От нас еще в СОС не поступало ничего. И вот в тот момент, когда спохватились, что надо что-то зажечь, там что-то нашли, какую-то, по-моему, занавеску или что, а при таком ветре бесполезно зажигать чем? Действительно, сегодня можно только предполагать, почему не было принято решение направить судно к берегу, почему не обратились за помощью к проходившей мимо плавбазе Виллис-Латес, почему с таким опознанием дали сигнал СОС. Вопросов много, и задавать их легко. Ответов на них нет. Старпом начал собирать группу, аварийную группу из матросов, травмастеров, для того, чтобы заделать вот эти места, через которые проникает вода на палубе. Затем, видя, как там гуляет вода и что это сделать опасно, он распустил и репмастеров, и матросов. Давайте подождем до утра. Ночью это ему не показалось опасным, что затопит кормовые отсеки. И вот эту операцию по заделке пробоин он отложил. 4.35. Старпом отдает команду всему экипажу в шлюпку левого борта. Не дожидаясь команды капитана, начальник радиостанции подает сигнал СОС, который в 4.42 уходит в эфир с неполными координатами. Вслед за этим судовые двигатели заглохли. Штурманская вахта. Помощник капитана и гидроакустик оставили рулевую рубку. Капитан Хромцов мостика не покинул. Ну, ты тогда босс, мы про Скоряков Володя. Он говорит, Валя, вот ты, говорит, молодой пацан, давай-ка на штурвал, отдай тормоз, тормозов, чтобы шлюпка, шлюпбалки вывалится, шлюпка отцепится. Ну, короче, когда штурвал этот, сколько можно, покрутил, волна одна меня там дернула, пока вот стоял. Вторая меня смыла. Вынырнул я уже, мне я вынул, волной вытолкнул меня у правого борта. Стоят смукомолки, у нас вентиляционные трубы выходят. Большие раструбы конические. Вот у этого раструба я как раз вынырнул. Ну, и сразу подумал, волна, смотрю, следующее, Катя, думаю, надо от раструба скорее отталкиваться, чтобы не шибанул. Оттолкнулся и поплыл. Вижу, волна идет, ну, огромная такая волна. Думаю, доберет, доберет, и она-ка меня накрывает. Ну, точно, как вот мы вот здесь на столе муху щелкаем, вот то, что там же эта волна меня подхватила, вырвала, сорвала, оторвала меня от этой шлюпки и понесла меня. И где-то головой стукнуло, вон, шрамы все, вот, руки поломали. Вот, и, наверное, в фальшборд меня, волна сходила, наверное, в фальшборд меня стукнула, и я вырубился. 4.50. Судно кормой погружается в воду. Очнулся, у меня судно стояло вертикально, и когда волна бьет, то за судном так разарвать как бы. И я в этой заводе трет меня отбор. Доски плыли, уже развязались они, судно погружалось. Я две доски себе под мышки, а вдруг как поезд были держать? Ну, и эти доски меня на волне так это плавно поднимали, опускали. Никаких грузов тукан не вез, никаких контейнеров, которые якобы стояли на палубе, которые сопровождал кто-то из тралмастеров. Нет, конечно, ничего этого не было. Что касается подводных лодок, ну, это вообще глупость, потому что Дрогденским каналом тут так тропик-то только еле пройдет. сам тут со своей осадкой. То, что судно сверху разбито было, это как бы работа нашего морского буксира «Строги», который был поставлен в охранение до подхода наших водолазов. И он отдал якорь, и этот якорь проломил палубу верхнего мостика. И потом, когда уже плот увидел, плоту подплыл, пытался залезть никак, а борта у плотика высоких, ну, я так за трап рукой уцепился, думаю, кто-нибудь поплывет, залезет. И тут Мишка Литвинов. И меня спрашивает, чего ты, говорит, не лезешь. Я говорю, Мишка, замерз, сил нет. Говорю, давайте я подсажу. И вот он одной ногой ему трап плавающий на ногу, руку сжал, схватился за трап, он сюда сел, я его туда забылся. А потом он меня вытащил. Мы с ним были первые в этом потоке. Часы у меня остановились без 15,5. Значит, без 15,5 в феврале месяце – это ночь, глухая, сплошная темнота. Вот, и когда опускаешься, вижу какую-то настройку. А, думаю, пароход какой-то идет спасать. И я к нему дых-дых-дых-дых. А там плотик. Я руку ссунул им, чтобы они меня отцепили за руку и тащили. Ну, я говорю, да, раз меня за руку взяли и вволокли туда, в этот плотик. Это я уже был 11-й. Все, когда туда утянули, на мне не было ни штанов, ни трусов. Вот, когда пало, затаскивали туда. В этот момент уже у нас был и третий штурман там. Мне этот третий говорит, давай, Валер, открывай банки с ракетной. Я открывал, а я пару делали перевязку. И мы увидели пароход какой-то, так, вдали огни. Ну, мне ребята говорят, так, ты, смотри, у тебя глаза хорошие. Советский это пароход или не советский? Ну, почему-то нас больше всего волновало, кто нас будет спасать, русский или нет. Никогда я сказал, что серп и молот на трубе, а там почти все ура закричали. Ну, и потом все пошло как. Их надрейфовало на нас, вели сладцы. Борту привязали концы страховочные, давай поднимать по одному. Всего на борт плавбазы было поднято 22 человека. Один из них позже скончался. Операцию по подъему затонувшего тукана власти предприняли спустя два месяца. На момент начала экспедиции по подъему тукана судно находилось на глубине 35 метров затоплено. Но вот эта затея вся не удалась. Значит, судно приподняли, появилась рубка, появилась рубка. А затем концы, значит, кормовые, были оборваны. То есть, или они съехали каким-то образом, так сказать, так оборваны. И судно вот так, значит, с креном, так сказать, на корму снова ушло под воду. Сам подъем, вообще-то, был нецелесообразный. Затраты оказались гораздо больше, чем построить новое судно. Ну, первое у меня, поскольку тут вот было все раскрашено, ну, и сразу поболокли в медсанчасть. Я вот лежу, а сам вижу, он иголку мне в ногу вот так втыкает. Больно? Говорю, нет. Он опять иголку тыкает вот сюда в игру. Больно? Говорю, нет. Горяников, ты сняли в этот спирт и терли ноги. Он сюда, больно? Говорю, больно. Все, он третий, пока он не почувствует, болит они. Терли, терли, и вот до пяток, конечно, дотерли. Пятку он не сует, больно, больно. Все, икру пошло. Ну, а дальше что? Ну, Велиславс, когда подняли, сначала в санблок, всех там пропускали, положили в ванну с водой, потыкали, все вроде функционирует, больно. И мне этот врач наливает стакан коричневой жидкости, нога чая выпить. Я выпил, горячий, он холодный. На меня смолит, медсестра, девочка. Тебе, говорит, стакан бальзама налили. Рисского бальзама. Даже не почувствовал. Ну, все потом, когда шведы к нам подошли, гробы с ребятами, перегрузили на борт, открыли, мы ходили, опознавали, кто есть кто. Пришли в Балтийск. Больных, вот, плачу сразу в Балтийский госпиталь, а нас на такси, в сопровождении двух сопровождающих ребят из КГБ, на Чайковского больницу. Там прошли мы полное обследование, живы-здоровы. В момент похороны мы находились в больнице на Чайковского. Нам никто не сказал, что в этот день похороны будут. Мы только догадались по гудку, по сиренам. Вот этот снимок, это, конечно, очень масштабный. Видите, с хорошей высоты он сделан. И меня, конечно, поразило горе. Я внутри просто все время плакал. Я внутри себя, просто я плакал, смотрел на это зрелище, и меня трясло. Но, тем не менее, я знал, что это, вот я один снимающий, и такое впечатление, чтобы оставить это потомкам событий, потому что это все, это все вот, каждая вот головушка, это же горе, это все горе человеческое. С документами и с материалами комиссии я познакомился уже где-то через 35 лет, когда стал капитаном рыбного порта. Ну и тогда мне, в принципе, стало ясно, почему так вот не афишировали, не обсуждали вслух случай гибели, потому что основной причиной тут был так называемый человеческий фактор. И последнее. Конечно, особой мистики здесь нет, но тем не менее. Перед рейсом, во время ходовых испытаний в Калининградском канале, Тукан, дойдя до Балтийска, в автоматическом режиме переключился на задний ход. Ветром судно развернуло, и левым бортом прижало к бровке канала. Не хотел Тукану ходить в рейс. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok